друзья привет короче сегодня мы решили выбраться немножко подальше от дома и посмотреть на вернисаж ни одна подписчица написала что она как-то работала в москве достаточно на продолжительное время 13 лет и у нее только хорошее воспоминание об этом прекрасном городе и она напомнила нам что есть прекрасное место у метро партизанская это вернисаж с парком с кремлем не совсем остальным вот мы не дожидаясь тепла решили прогуляться в этот парк кстати недавно была новость что этот кремль горел вот посмотрим что там ну естественно тут не тот который на красной площади я имею ввиду кремль на вернисаже а преподнесли новость вообще так это кремль горел миллионы просмотров заработал этот ролик ну что же люди пользуются такими моментами а вот сейчас переключусь на другую камеру покажем вам где мы сейчас находимся это в районе метро партизанская и мы идем направляемся к вернисажу очень красивый вид уже открывается и я тороплюсь показать вам этот вид по правую сторону гостиница бвгд это альфа бета гамма а впереди вот как раз вы видите это вернисас попробую немножко приблизить вот сегодня переменная облачность то солнце то пасмурно но все равно на голову ничего не падает под нам а под ногами конечно еще сыра ну уже вот вы видите тротуарами дорога по которой мы сейчас идем достаточно сухая мы долго думали куда нам сегодня пойти я понимаю что у нас и парки уже вам поднадоели выгоню поэтому мы решили вот посмотреть ну во первых что же там произошло с этим кремлем и вообще полюбоваться на этот парк на вернисаж походить там погулять такие красивые елочки у нас по правую руку но впереди вернисаж посмотрим что там горело может быть даже и входа туда не будет ну в общем мы сами пока еще не знаем а пока вот идем наслаждаемся вот такой новодел я не знаю что это нам 5 лет что-то там написано я так предполагаю что это просто какое-то кафе в таком вот старинном ведическом стиле да блины шашлыки чай там написано ну а впереди открывается вот такая красота такие причудливые башни я знаю что там есть где-то парк конечно же там красиво летом но в общем все это потянуло меня лёшек не очень-то хотел сегодня идти говорил ну давай подождем немножко давай пусть нет хотя бы сойдет но загорелась мне загорелась в общем идем вот такие красивые ворота это вход в парк вернисаж дальше вот вы можете прочитать сейчас прохожу под этой под этими воротами аркой добро пожаловать на вернисаж в общем идем сегодня пятница но еще не так скажем после обеда я думаю народу не будет много может быть к вечеру походим побродим погуляем короче пошли мы вовнутрь я так понимаю что здесь продают всякие поделки сувениры вот такие красивые матрешки 500 рублей вот такие мало-мало меньше ну народу мало лёша говорит что здесь будет народ завтра продает нам пока здесь не интересно мы выходим из этого рынка и открывается вот такой более интересный вид вот такой красивый замок и где же здесь горела вот деревян я пока ничего не вижу сгоревшего хотя все может быть не просто же так нам сказали в новостях что кремль вернисажа горел кремль дам добро пожаловать в измайлов красиво конечно ну я говорю надо дождаться тепла и походить здесь летом подольше повнимательней ну да ладно и сегодня я думаю вам тоже будет интересно посмотреть что здесь происходит белокаменный я думаю там такие пушки вот хохламу ну вот пойдем по всем правильнее пойдем а что сюда обходить ну вот по этому все обходить Это вот вы видите, дорога как раз в этот крем. Сейчас мы дойдем, чтобы войти. Мы в дорогу дойдем. Чтобы попасть, нужно обойти. Конечно, еще так это грязно. Здесь все грязные пучи снега. О, ну тут уже красиво. Вот, посмотрите. Красота. Кстати, я здесь ни разу не была, Леша. Больше 20 лет в Москве в парке я была, которая прилегает вот к этому вернисажу. А вот в самом вернисаже я не была. Так что это тоже первая моя прогулка. Народ снимается. В общем, мы входим в парк, вернее, вернисаж. Вот такие большие ворота. Вот сувенирная лавка, кстати, можно здесь перекупить сувенирчик. Галерея, банкетный зал. Ну, а мы сейчас входим вот в такие золотые ворота. Ой, пушка вот такая стоит. Ой, красиво-то как. Капель. Капает. Ой, какое красивое здание, деревянное. Обалдеть. Смотрите, как здесь классно. Но вот эта музыка мне не нравится. Придется все это дело. Вот можно мед купить. Ну да, в ухе отведать. Глинтвейн, медовуха. Ой, прям праздничное настроение. Смотрите. Тульские пряники. Монастырские называются. Всякие кринделя. Хорошо, что я это не ем ничего сейчас. Только почему-то оно как на глаза попадается. Оно как на зло попадается на глаза. Да, сейчас я покажу. Попробую уменьшить. Нет, меньше не делается. Грандиозное здание. Ой, какая же красота. Смотрите. Представляете? Класс. Какие резные окошки. Все деревянное. Обратите внимание. Музей водки и 365 поводов выпить. Да, и китайская надпись мне очень нравится. На музее водки. Музей водки. Понятно? Открыто. Но мы туда не пойдем. И люди вот идут. Это музей водки. Класс. Вот такие кресла. Не упасть бы. А вот свечная мастерская. Ну, пока я ничего не вижу. Здесь горелого, если честно. Вот так, горелого. Вот дворец бракосочетания. А, прям здесь дворец бракосочетания? Обалдеть. Вы видите, друзья? Здесь можно даже узаконить ваши отношения. Класс. Я сейчас немножко поснимаю для вас. И полюбуюсь потом сама в спокойном состоянии. Похожу. Музей оружия. Видите? Музей оружия. Старая Москва. В общем, интересно здесь, друзья. Красиво. Ой, какая красота, а. Вот это здание мы обошли с другой стороны. Смотрите, как красиво. Обалдеть. Класс. Ну, вот хорошо. Народу мало. Ну, да. Может, пока подвалят. Завтра здесь будет вообще. Ой, какая красота. Когда вот находишься здесь, ощущаешь себя, конечно же, я не знаю, пылинкой какой-то, находясь вот перед таким зданием. Обалдеть. По этой стороне вот такого. В общем, друзья, кто в Москве и кто собирается приехать, пожалуйста, посетите вернисаж. А здесь кафе. А здесь кафе. Веселый вареник. Вот такая большая матрешка. Здесь очень вкусно. Ой, класс. Пора на самокатах. А, ну, мы отсюда зашли, да? Да. Ну, мы потом вот сюда пройдем. Пойдем. Это как бы вот, ну, где какие-то экспонаты, где можно перекусить тоже вот это вот место. А торговые, это вот там вот. Ну, где мы вышли, да? В стороне. Да. А вот небольшая сцена. Я думаю, что здесь даже какие-то выступления проводят. Ой, красиво как. Вот здесь вот горело где-то. А вот это вот все же зазеленеет. Представляете, вот кустарники вот эти. Вот виноградик здесь вот плетется. Это же какая красота. Перейдем сюда летом тоже обязательно. Подарки. Хендмейд. Друзья, это в нашу сторону-то ветер дует. Вы видите? Подарки. Хендмейд. Открыто. Вот. Годные промыслы. Ну, да. Художественные изделия традиционных промыслов. Все работает. И, знаете, я заметила такое-то, очень много людей ходит без подгузников на лице. И это радует. Я просто смотрю другие каналы и вижу, какой локдаун в Европе. В Москве у нас все как-то более меняет. Фу-фу-фу. Как-то все больше. Мы видим, что люди снимают как раз этот подгузник с лица. И это радует. Ну, вот вы сами даже видите. Посмотрите, дерево здесь, дворец Бракосочетания. Посмотрите, сколько замков. Это вот замки вешают бракосочетающиеся. Видите, очень много народа оголили свои лица. Я вообще... Как-то вам говорила, что я... Нет, куда можно еще пройти. Ой, а там так интересно. Давай туда пройдем. Пойдем. Ну, там сейчас ничего нету. Это завтра будет. Ну, я сейчас просто покажу этот коридор. Вот, смотрите, вот этот виноград. Это все здесь появится, все заплетет. А, ну, это рынок этот, да? Да, 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 да. Не, мы туда не пойдем. Нет, мы просто выйдем. Просто вот, смотрите, здесь какой переход деревянный мы идем. Класс. Красиво. Я не знаю, я себя чувствую, как будто я попала в сказку. А ведь раньше, давным-давно мы так жили. Это же все в ведическом стиле, Леша. Вот, вот, внизу, вот там сам рынок. Вот он не видит. Ага. Это мы сейчас вверху над рынком, да, проходим? Вот этот переход. А, ну да, вот эта крыша, сейчас я вам показываю. Это как раз вот рынок, но он полупустой. Я вам там показала. Эти. Завтра будет, в субботу. Ну, а что нам там надо? Мы просто посмотреть, вот, архитектуруют это. Ой, красиво как. Класс. Ой, вообще, я не знаю, у меня внутри прям вот все поднимается от этого величия. Класс. Да, летом здесь будет, конечно, очень хорошо погулять. Ну, а пока мы вот идем по такому деревянному тоннелю, можно сказать, такой коридор. Лёд, подожди. Здесь вот, смотрите, я не знаю, что это, наверное, какая-то кафешка. Видите, я вот поднимаюсь по ступенькам. И вот иду. Отель? Это даже отель. Представляете? Я не знаю, насколько здесь комфортно жить в лице. Честно говоря, ну, это отель. Это отель. Я сейчас иду по балкону этого отеля. У кого-то под окнами. Ой, винтовая лестница. Девочки, ну, я же поднимусь. Хотя бы не упасть. Но мне захотелось сюда подняться. Посмотреть, как там вид сверху. Типа такой смотровой площадки. Вот я поднимаюсь по этой винтовой лестнице. Да. Это грандиозно. Ой, а там вон киска бежит. Класс. Хостел Пётр. Даже хостел, представляете? Хостел это, ну, ненадолго, так скажем. На день, на два, на три там переночевать. Вот так это выглядит с высоты птичьего полёта. Это я ещё не поделась до конца. Здесь вот выход. Это, я так понимаю, выход из этого отеля, двери. Ой, хоть бы не завалиться. Мне уже как-то даже немножко страстно. Класс. Ну вот. Я поднялась до конца. Я это сделала. Вот она крыша. Друзья, я хочу, чтобы вы увидели моё лицо. Я поднялась на самый верх по этой винтовой лестнице. Чувства переполняют. И вот я нахожусь на этой смотровой площадке этого отеля. Класс. Обалдеть. Просто обалдеть. Ну, в общем, буду спускаться вниз. Уже, конечно, без камеры. Если будет что-то интересное, я обязательно вам покажу. Меня Лёшик потерял. Я уже наверх сходил, там прошёл по смотровой площадке. Ой, я пошла по этой винтовой лестнице, Лёшик, я потерял. Посмотрите на его лицо. Тоже наверх подосунился. И он, как всегда, не взял телефон. Представляете? Ну, мы опять встретились. Это судьба. Это судьба. В общем, идём, наслаждаемся. Кстати, вот здесь можно и чайку попить. Почему бы нет? Смотрите, вот такие стульчики и стул. Можно попить чай и посмотреть. Кстати, вот там впереди, там пруд. Но сейчас, конечно, он есть во льду. Вот я вам показываю то, что мы будем видеть, сидя за этими барными стульями. Вот они вот такие. Лёшик достают там чай. Вот. Друзья, в общем, мне нравится. Я, честно говоря, в восторге. Я не ожидала, что здесь так интересно. Я видела, конечно, этот вернисаж мельком. Но что здесь так интересно, я не знала. Так что, гости Москвы, если вы здесь, приезжайте. Здесь есть на что посмотреть. Ну, а мы пьём чай. Друзья, а это вообще кафе. Вот здесь вот можно, кстати, купить, пить, чай, кофе, ещё что-то. И посидеть на вот таких вот... Кафе, как на кафе, тут очень много. На каждом салоне. Но у нас, конечно, всё с собой. Поэтому я наслаждаюсь, пью чай. Печенюшечку хочешь? Нет, не хочу. Это я её подначил. Печенюшечку не хочу. Я сейчас пока держусь. Никаких печенюшек. Здесь такая интересная крыша. Сейчас вам покажу. Видите? Вот. Так что уютненько, классно. Сейчас отдохнем немножко. Пойдём дальше. Где вообще давно не катались на автобусах? Мы сюда приехали на автобусе. В общем, тоже был аттракцион. Друзья, здесь живут котики. Я уже ни одну видела. Ой, а мы ничего не взяли. Лёшек. Ну, поздал. Ну, смотри, какие. Красавцы какие, а. Ой, какой красивый. Кошечка, по-моему, и котик. Пушистый это котик. Так, кошечка. Блошиный рынок здесь. Вот. Солнышко куда-то подевалось. Ну, в общем, интересно полазить. Интересно. И заодно нагрузка на ножки. Возьми с собой палатка. Там тоже, наверное, летом чего-нибудь продаёт. Вот кафе у Андрея. Тут много чего. Ну, цены дорогие. Друзья, вот там, где мы пили чай. Лёша посмотрел, говорит. 200 грамм чая. Просто чай. 109 рублей. Так что, берите с собой, друзья, бутерброды, чай. Может быть, что покрепче. И будет вам счастье присесть где-то, расстелить свою салфетку и покушать никто вам не запретит. Но это, я так понимаю, мы идём по какой-то одной из крыс, да? А сверху вот такая смотровая площадка. А, ну вот, наверное, вот это последствия, да? То, что горело, да? Это может быть. Видите, тут пытаются что-то залатать. Скорее всего, это и есть этот пожар. Вот такие два стула. Правда, я что здесь смотреть особо-то нечего. Да, ну вот, пиковские дома или чьи-то построили. Всё, мы домов не видели. Нам что-нибудь интересно. Вот взалеке там, над прудом, вот этот замок, конечно, можно было бы посмотреть. Ой, ну летом здесь будет очень красиво. Может быть, они наведут здесь порядок, потому что мусор валяется, вот такой строительный бутылки. И всё. Ну и рядом вот эта знаменитая АБВГД-ка, отель из четырёх корпусов. А, из пяти, да? А, Б, В, Г, Д. Пять корпусов получается. Ну вот, в принципе, и всё, наверное, здесь. Сейчас пойдём куда-нибудь в парк. Пустились мы вниз. Вот то здание, которое мы видели сверху, это, оказывается, музей основания российского флота. 1688-1696 год. Ну, это, конечно, новодел. Это не может быть здание. Ой, а крыса там какая побежала, большая. Друзья, перешли мы на другую сторону. Сейчас вам покажу, откуда мы пришли. Вот оттуда, где вот виднеются дома. Обошли этот пруд и перешли на эту сторону. Вот здесь вот реконструкция идёт Государев двор, Лёшик мне сказал, называется. Вот такая церквушка, храм там. Ну, хочу сказать, впечатления у меня остались двояки от прогулки. В общем, наши парки более благоустроенные, более чистые. Я имею в виду те, которые находятся недалеко от нашего дома. Здесь как-то всё печально. И дорожки какие-то грязные, неочищенные, мусор валяется. В общем, честно говоря, как только мы вышли с вернисажа, да, в принципе, и там вы видели мусор, у меня сразу возникло какое-то сравнение. Всё же вот познаётся в сравнении. И, в общем, как-то вот так. Друзья, перешли мы на другую сторону. Сейчас я вам покажу, откуда мы пришли. Вот оттуда, где вот виднеются дома. Обошли этот пруд и перешли на эту сторону. Вот здесь вот реконструкция идёт Государев двор, Лёшек мне сказал, называется. Вот такая церквушка, храм там. Ну, хочу сказать, впечатления у меня остались двояки от прогулки. В общем, наши парки более благоустроенные, более чистые, я имею в виду те, которые находятся недалеко от нашего дома. Здесь как-то всё печально. и дорожки какие-то грязные, неочищенные, мусор валяется. В общем, честно говоря, как только мы вышли с вернисажа, да, в принципе, и там вы видели мусор, у меня сразу возникло какое-то сравнение. Всё же вот познаётся в сравнении. И, в общем, как-то вот так. Вот сейчас я прохожу. Не знаю, что это, какой-то храм. Мне кажется, достаточно старый. Там на лесах вверху работают рабочие, восстанавливают его. Ну, я, честно говоря, немножко была удивлена в том плане, что вообще многие парки Москвы реконструировались вот за последние два года. Но, видимо, сюда очередь ещё не дошла, потому что я видела сломанные скамейки, ну, и старые, причём такие давнешние. И как-то не дошла сюда цивилизация в плане реконструкции. Ну, вот очень красиво. Вот здесь посмотрите, какие ели, а! Ой, красота! Ну, а мы идём на остановку водокачки. А, так это водокачку реконструируют? Вот она, впереди тебя. А, памятник архитектуры 853-го года. Вон она будет реконструироваться. Ну, в общем, вот так вот. Ну, зато мы прогулялись, намотали километры. Уже у меня неделя без прогулов, я имею в виду. Каждый день мы выходим. Даже когда Лёшек на работе я гуляла, что для меня новшество. Вот так вот выглядит этот храм. А вот я первый раз вижу, Лёш, вот храм и здание, вот как будто жилое. Это как? Вот прямо оно к храму. Первый раз такое вижу, чтобы вот жилое здание, сколько здесь, 3-4 этажа, и сразу вот храм. Честно говоря, я первый раз такое вижу. Ну, в общем, ладно, друзья, идём мы на остановку. Хотели пешком пойти, но что-то я устала. Доедем домой. Вот, царская усадьба Измайлова. Какой? 17-й век, да? Вот. Всё, пошли на остановочку.